Доброе утро, девочки мои! Я сегодня решила с вами встретить рассвет. На улице пол шестого, пол шестого, а не на улице, вернее, вообще пол шестого утра, а на улице сейчас пока что 14 градусов у меня градусник показывает. Небо такое вот пасмурное, сегодня дождик пойдет где-то к обеду и начнет снижаться температура. И будет у нас дождик 3 дня идти. Ну, вот как раз, да, сережки натопали. Это как раз к дождю. Ну, дождики пройдут, потом опять потеплеет. Будет хорошо. Тоже зеленее деревья, классно так. Птички тут. Сейчас только что птичка одна тут прям напивала-напивала. Я аж вылезла посмотреть. Еще раз доброе утро, девочки мои! Решила я выйти в магазин, сходить, пока дождь не начался. Я проснулась сегодня рано, пока лежала телевизор, смотрела. Уже пару раз проваливаюсь в сон. А потом смотрю новости, говорят, очень низкое атмосферное давление у нас. 743, а норма 756. Ну, обычно перед дождем всегда в сон клонит. Я так чувствую, так чувствую, что дождь пойдет. Он уже должен через 2-3 часа пойти и будет поливать у нас 3 дня. Вот. Я так что-то чувствую, что сегодня мне что-то неохота вообще ничего делать. Я буду, наверное, сегодня подремывать, как обычно, под дождичек. Ну, кто его знает. Все может поменяться. Я такая. Я могу одно планировать, а потом передумать и другое планировать. Короче, лежала-лежала, думаю, да пойду-ка я сейчас схожу в магазин. Хлеба надо купить, там того-сего, что-то позакончилось. А потом забурюсь дома, буду сидеть и не вылазить. Ну, сегодня точно, а там дальше будет видно. В общем, пошли в магазинчик, девочки. Девочки, я смотрю, там тюльпанчики высадили на газончики. Ну, не хочу я через дорогу переходить. Во. Во, какие красивые, а? Красота. Уже одуванчики повылазили. Во. А у нас на клумбочке тоже вот цветочки появились, нарциссики. Ну, классно, прелестно, славненько. Слышите, как птичка что-то там поет? Сейчас такая тишина, затишье, но это перед дождем. Я все купила и возвращаюсь домой. Ну, все, пришла домой, дома духотища. В общем, короче, взяла в донских традициях колбаску, вот такую натуральную оболочку, она вкусная, любительская. и зашла в фикс-прайс, вот по-быстрому туда-сюда забежала, взяла вот эту вкусную соль, она мне нравится, 12 овощей и трав, юдированная. Хорошая соль, мне нравится, она мне закончилась. Ну, и в пятерочке взяла сметанку, яйца, вот эти вот батончики, Настя любит, и я люблю. Бананчики, хлеб со трубами, и что, и туалетная бумага. Вот и дождик пошел, девочки. Я смотрю, выглянула сейчас в окно, я смотрю, деревья прям резко позеленели, прямо как будто ждали дождя, чтобы распушить свои листики. Вот, лужи там потеяли. И похолодало. В магазин я выходила, было плюс 17 утром, а сейчас уже плюс 9. Ну, и хорошо, значит, на благо дождик идет. Я смотрю, сережки прям сильно повылазили. Даже окна напротив уже не так видны. Ну, и хорошо, листики скоро полезут, закроют у меня весь обзор вот этот вот, который напротив окна не люблю, когда они смотрят. Доброе утро, девочки мои. Хотя уже не совсем утро, но уже день следующий. Я решила приготовить плов. Чего-то мне захотелось плова. Ну, плов я буду делать не из свинины, а из филе курицы. Филе не белое, а филе бедра курицы. И вот одну морковочку беру, одну луковицу сейчас. Решила в мультиварке. Ну, я всегда плов готовлю в мультиварке. Вон там как-то получается, как надо вообще. На печке я его не готовлю. Если бы на печке я делала, тогда я просто приготовила поддельно курицу и отдельно рис сварила бы. Все это смешивала в тарелке. решила сделать плов. У нас дождь поливает, дожди еще идут. Холодно. Я проснулась в комнате холодно. Батареи отключили почему-то в этом году раньше. Обычно 15 апреля. В этом году отключили 12-го. Как только похолодало, на улице плюс 6 и в комнате прохладно. Ну, ничего. Я уже согрелась, полежала, согрелась под одеялом. И вот что-то мне захотелось сегодня пловчик приготовить. Короче, одна морковочка, одна луковица. Я беру 3 зубочка. Ну, я их обычно чищу, чтобы потом не вылавливать вот эти ошметки. Нормально. Он растворяется, этот чеснок, там, что его даже, он не попадается на зуб. Но придает свой вкус и аромат. В общем, короче говоря, я готовлю все очень просто. Два мерных стаканчика риса. Я уже помыла рис, приготовила. Налила пол-литра воды в чайник, чтобы залить уже потом сразу. И у меня грамм 400 примерно. Филе куриное. Обычно я беру среднюю морковку, среднюю луковицу. Хотя там написано по 100 грамм, но кто-то любит побольше. Я не люблю слишком много моркови и луков. Средней будет достаточно. Так, вот этого достаточно. Нарезала я. Теперь 400, вернее, там 35-40 миллилитров постного масла. Я на глаз наливаю. Ну, это где-то примерно 4 столовые ложки. В чашу наливаю примерно на глазик. Так, хватит. И включаю на режим жарка. Сейчас включу. Все, я включила режим жарка. Сбросила туда плов, морковку. И сейчас нарежу такое филе. Филе куриное. Ну, мне нравится. Нежное получается. Вообще, я люблю или свинину делать, или филе куриное. Хотя плов, это такое дело. Каждый делает, как нравится ему. Вот. Я то свинину, то вот это вот филе без кожи и без кости. Я люблю эти части тела курицы. Люблю поесть. Ой, девочки, как все-таки погода на меня влияет. На улице пасмурно, холодно, ветер, дождь поливает. И мне ничего не хочется делать. Я, честно сказать, вчера ничего не снимала. Так что у нас сегодня, в общем-то, третий день дождя. Ну, по прогнозам, вроде как, сегодня дождь должен уже закончиться. Вот он где-то днем должен закончиться. Но все равно будет пасмурно, еще облачно. И пока что сегодня еще и холодно. Завтра уже должно чуть-чуть потеплеть. До 15 вроде бы завтра. Ну, мне солнышко нужно. Для меня важно солнышко. Солнышко, тепло и уютно. Вот такой вот я человек. Теплолюбивый. Как цветочек. Так, все почти, да? Вот еще один кусочек. Не знаю, у меня тут грамм 400, мне кажется. Хотя, может быть и полкилова. Ну, мясо лишним не бывает, тем более куриное филе. Оно такое, такое дело. Так, у меня тут уже началась жарюха. Вот. И я уже закидываю сюда филе. Пусть оно жарится вместе. И минут 15 пожарится, потом все остальное закидываю. Главное, чтобы мясо закрываю. Так, пока тут происходит вот эта жарюха. Все это я помешиваю. Можно тут уже, собственно, и приправки кинуть. Приправа для курицы. Кину вот эту приправу. И соль, и перец. Все приправы можно уже кинуть заранее. Так, у меня еще другая приправка есть. Еще у меня такая вот приправа к плову есть. Чтобы не заморачиваться. Какую приправу? Вот сразу к плову купили. И все. И там все травки есть, которые нужны для плова. Так, что еще? Соль, перец. Все покидаем. Все, что нужно. Так, это что у меня? Перечная смесь. Ее тоже туда. Чуть-чуть. Так. Можно помешать. Так, мясо у меня, собственно, закрылось. Можно теперь уже этот режим отключить и поставить режим плов. И все остальное сюда закинуть. Все, и будет готовиться все это без меня уже, без моего участия. Самостоятельно. Так. Все, я поставила плов на 45 минут. И теперь, теперь я высыпаю туда рис. Так, рис немножко так вот выровняем чуть-чуть. Повтыкаем туда чеснок. Все, и заливаем теперь водичкой. Пол-литра воды я туда наливаю. Все, закроем крышку. Будем ждать конца. Конца программы. Плов будет готов. Плов. Больше сюда ничего не надо. Ну что, девочки, выглянем, что ли, в окошко пока. Вот сейчас на градуснике плюс 8 уже. Ну, это максимальная на сегодняшний день температура. Ну, вроде бы ветер не такой уже сильный, как был вчера. Вчера вообще был сильный-сильный ветер, сильный-сильный ливень. Я смотрю, люди тоже затопили печку. Там дымок подымается над домами. А небо прям сплошное серое. И все. Лужи. Сейчас пока временно вроде прекратился дождик. Или вроде где-то капает чуть-чуть, но немножечко. Тут шашлычком пахнет, я смотрю. Тут есть у нас товарищи, которые во дворе делают шашлык. О, шашлык уже готов. А что у нас? Вот так вот во двор вышли, мангальчик вынесли. Шашлычка нажарили домой с пивком. Молодцы. Ну, вот и все. Приготовился мой пловик. Пошла я его кушать. Уже слюнка потекла. Доброе утро, девочки мои. Сегодня уже суббота. Что у нас на улице? Пасмурно. Небо хмурое. Но дождя сегодня быть не должно. Должно солнышко днем выглянуть. Плюс 9 градусов сейчас. Люблю субботнее утро, когда так тихо на улице. Классно. И птички поют. Не, ну свежий воздух. На улице уже подсохло. В общем-то, уже так должно быть нормально. Уже пойдет на потепление потихонечку, постепенно. Что-то там птичка какая-то прыгает, спряталась. Вот такой вот прекрасный. Ой, какой воздух. Выдыхаю прямо. Классно. Чистый такой воздух. Слышите птичек, да? Классно. А в комнате, девочки, холодно. Все вот эти дни. У нас отопление уже отключили еще в начале недели. Вот эту всю неделю на улице дожди. Прохладно. И я вот мерзну. Я утром просыпаюсь и залазю. Хорошо, что у меня такой костюмчик классный есть. Залазю в костюмчик и целый день хожу. Но днем, правда, немножко прогревается. Я уже что-то полегче одеваю. Вот. И что вам хочу сказать. Что-то это видео я затянула. Ну, потому что, знаете, вот такая я, девочки. Я когда мерзну, мне что-то сковывается движение. Хочется залезть под одеяло, погреться. И ничего не хочется делать. Ну, в общем, короче говоря, вот так вот помаленьку, по чуть-чуть. Вот этот влог я растянула. Ну, сегодня уже суббота. Сегодня на стюлю мне надо будет на тренировку отвезти. В общем, сегодня я собираюсь завершить этот влог. И, наконец-то, вам его смонтировать и выложить. Вот. Ну, а что поделаешь? Ну, вот бывает такое. Я думаю, что, наверное, мне можно согреться. Я сейчас хочу сделать зарядочку. И мне просто интересно попробовать кое-какие другие программы. Я там как-то видела, там, танцевальная программа. Я не знаю, правда, что там за движение. Смогу, не смогу, но попробовать стоит. Так что пойду немножко подвигаюсь и согреюсь и вернусь к вам. Делаем легкий шаг. И вводим ногу в сторону. Немножечко пританцовываем. Руки делают любые движения. Просто смотрим и повторяем за мной. И меняем. Ножка уходит назад. И снова вперед. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Вперед. Раз, два, три. И назад. Два, три, четыре. И чуть пободрее. И повеселее. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний пошел. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И мы идем на месте. Просто идем. Два, три, пять, шесть, семь, восемь. 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 Продолжение следует... Ну вот и девочки, сделала я эту зарядку. Кстати говоря, она мне очень понравилась, несмотря на то, что я делаю впервые немножко неуклюже. Я даже не знаю, как это там будет выглядеть, но я, наверное, на ускоренку поставлю для того, чтобы... Лично для того, чтобы вас просто повеселить. Но, с другой стороны, мне она понравилась. Во-первых, там нет никаких пауз, объяснений. Просто танцуете и одновременно делаете какие-то упражнения. Я, кстати, по молодости вот нечто подобное делала дома. Я просто включала музыку и вот какие-то, я не знаю, там движения, что-то там танцевальное такое делала. С одной стороны, поднять себе настроение, поднять тонус. И в то же время вот какие-то упражнения делаются. Не знаю, мне кажется, что я все-таки еще раз повторю. Немножечко, конечно, по дыханию, немножко тяжело. Но я думаю, что если делать небольшие отступления, страшного ничего не будет. Самое главное, чтобы настроение поднялось, тонус поднялся. Я согрелась, кстати говоря. Слишком теплая она для зарядки. Ну и тем не менее, 15 минут, ну там 13-15 минут вот такие вот зарядочки. Я думаю, что я еще повторю. Мне как-то вот это понравилось. В общем, не скучно. Не скучно, да, классно. Не знаю. Будете смотреть, наверное, будете с меня смеяться. Ну, если я вам кому-то подниму настроение, я буду только рада. Посмейтесь, ничего страшного. Так, ну все. Я сейчас, в общем-то, жду Настю. Скоро уже она придет. И потом уже продолжим наше видео. Мы с Настей смотрим полнометражный фильм. Полнометражный мультфильм. Приключения Пельи. Ну, ничего, так уже заканчивается. А Настюха вкусняшки у бабушки точит. Да? Мы уже поели. Сейчас мы фильмы смотрим, я буду рисовать что-то. И потом мы пойдем, кажется, в тренировку. Настя дома, говорит, хорошо позавтракала. Так что у бабушки она печеньки и барни. Пастилу поели. Понравилась пастила яблочная, да? Дома я поела, получается, яичницу две, желтком, помидорчик. Да, подержит. И две жареных сосиски. Молодец. Ну, все, сейчас ты у бабушки еще. Все это заешь этими всякими десертами, да? Тебе бельбеевская пастила понравилась? Яблочная? Ага. Вот, вкусная. Это я брала в экспрессе ее. Так, когда ты доешь эту пастилу, она, как будто ты целое яблоко съела. И еще она покупается в магазинах, она бесплатна. Ну, она сытная такая. И в то же время, ну, как бы полезно, витаминчик. То есть, это как концентрированное яблоко получается. Девочки, на этом мы хотим с вами попрощаться. Через часик мы уже пойдем на тренировочку. На улице до сих пор пасмурно, солнышка нету. Ну, ничего, дождемся солнечной погоды. Будем с вами гулять. Ну, пишите комментарии, ставьте лайки, кому видео понравилось. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok